9 глава пророка Захарии 9 глава пророка Захарии 10 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 глава пророка Захарии С никицами и израильтяниями всегда дружили, а с филистимленными всегда воевали. И вот здесь очень хотелось бы увидеть какое-то различие. Вот есть хорошие и плохие. Каждый народ с какими-то другими народами в разных отношениях. С кем-то дружен, с кем-то не очень. Но разницы никакой нет, потому что это все Господне. И речь идет не о том, что вот хорошие народы наших друзей Господь наградит, а плохие наших врагов Он накажет. Но о том, что все это в равной степени Господне. И, в общем, там ловить, грубо говоря, нечего, если ты считаешь, что ты обладаешь чем-то. Но про филистимлен, правда, немножко более подробно. Отниму у него кровавую пищу, вырву изо рта у него мерзость. То есть идет речь, видимо, о жертвоприношениях языческих. И остаток тоже станет Божьим, как один из уделов Иудеи. А корон будет, как Евуситы. А Евуситы – это небольшое племя, которое изначально владело городом Иерусалимом. Его завоевал Давид, сделал его, соответственно, столицей своего царства. Ну и вот понятно, что в таком раскладе тоже будет этот корон заселен израильтянами, что, кстати, сегодня и мы наблюдаем. Спустя более двух тысяч лет после того, как это было сказано. Но он тоже станет Божьим и станет не весь, а остаток. Собственно, мы привыкли слышать слово «остаток» применительно к Израилю. Что вот есть что-то дурное, что должно погибнуть, чтобы остальное очистилось. Вот это остальное и есть остаток. Но оказывается, даже для филистимлен возможен остаток. Даже они не погибают целиком и полностью. Конечно же, при входе в Господнем в Иерусалим это пророчество было упомянуто. И так это и воспринимали. Его изначальный смысл – царь возвращается в Сион, в Иерусалим. То есть там снова царство, там снова мирная, спокойная, благополучная жизнь. Но при этом он едет на осле. Завоеватели въезжали на колесницах. Вообще колесницы – это древний мерседес, древнее представительское средство передвижения. А тут ослик – это что-то такое, на чем там крестьянин на базар свою продукцию везет продавать. Это жигули такие, раздолбанные, старые жигули. Вот на старых жигулях едет царь. Что это такое, как-то вообще понять. А вот он не завоеватель. А вот у него нет своего. Вот Сир, Сидон, вот эти языческие города, богатые, процветающие. У них, да, у них там золото, блеск, у них там торжественные процессии. Этого всего не будет. Но это не значит, что в Иерусалиме будут эти торжественные процессии. Это значит, что царь будет такой домашний. По-простому у него все. Победоносный и кроткий. Вот это сочетание царя, который одолел своих врагов, но не сам одолел. А, собственно, принял от Бога это одоление. И ему не нужно показывать, какой он крутой. Поэтому вход Господень в Иерусалим – это не просто исполнившееся пророчество об ослице с осленком. Там еще, ну, понятно, это поэтический текст, поэтому Захарий говорит, то ослица, то осленок. Да, ну, какое-то вьючное животное. Такое вот, совсем простенькое. Поэтому там вот с ослятами в Евангелии немножко пришлось отдельно это описывать, чтобы пророчество окончательно сбылось. Но смысл здесь, конечно, именно в том, что это все очень домашнее. Тогда от нему колесницы у Ефрема, коней у Иерусалима. Ефрем – северное царство, Иерусалим – южное. Вот колесницы коней не будет. Просто не нужны они. Все эти танки или все эти представительские лимузины не нужны никому. Будет луг боевой преломлен. Он тогда объявит мир для всех народов. Будет править от моря и до моря, от реки и до краев земли. Ну, то есть от реки мы не очень понимаем, от какой. От Ефрата, возможно, возможно, еще откуда-то. От моря и до моря более-менее понятно. Есть у нас Красное море, есть Средиземное. Можно считать отдельно Мертвое море или Галилейское. Но это более или менее в любом случае вот земля святая. А вот от реки и до краев земли, то есть отсюда, от каких-то знакомых на место и везде. Что вот это царство, оно уже не имеет предела. «А что ты? Ради крови завета с тобой, пленников твоих, спасу из безводной ямы. Возвращайтесь к своей твердыни, вы, кто в плену хранил надежду, что теперь я возвестил вдвойне и исполню». Это вот уже не про весь мир, это конкретно про Израиль. Пленники в безводной яме, как когда-то Иосиф и братья бросили в такую яму, ну, куда обычно собирают дождевую воду, когда она высохла или вся была использована, остается просто такое очень неприятное место. Там же вода с грязью, значит, это грязь на полу этой самой ямы. И вот пленники, которые там сидят, не могут оттуда выбраться, как Иосиф не мог в свое время. Братья перед тем, как его продать, туда его опустили, Иосифа, сына Иакова. И вот здесь он вынимает этих самых пленников из такого неприятного места. И дальше, как лук, я натяну Иуду, положу на тетиву Ефрема, поднимаю твоих сынов Сион против твоих сынов Иония, сделаю их мечом богатырским. Иония – это Греция, греческие острова, до сих пор на некоторых восточных языках она так и называется – Греция. И вот здесь Иуда и Ефрем, опять-таки, Северно-Южное царство, которые не очень дружны, они вместе, они как лук и стрела, и они против Ионии. Не очень понятно, что это, идет ли речь о каких-то будущих событиях, очень легко сказать, это маковейские войны, вот же там они воевали как раз с греческими правителями Сирии, с селивкидами, но до этого все-таки еще очень далеко. А это может быть в каком-то смысле пророчество даже не о военных победах, а о том, что вот эта греческая культура, которая в античности стала самой яркой, на которой вырос и Древний Рим, и которая во многом стала основой нашей современной цивилизации, вот она в каком-то смысле будет завоевана этой библейской весть о едином Боге. И Захария, может быть, не очень даже это понимал, но похоже, что это именно так. Явится тогда Господь над ними, полетит стрела его молнии, владыка Господь в рог трубит, шествует в полуденных вихрях. Ну и вот это торжественное шествие Бога, здесь еще вполне понимаемая, как военная операция против этих самых греческих язычников, но мы видим тут и триумф. «Счет Господа воинств над ними, прачников истребляют, попирают, ревут как будто вином, пьяны, полны они, как жертвенная чаша, как жертвенник с четырьмя рогами». Да, и одновременно это вот такой жертвенник, жертвоприношение, ритуал, который там совершается. «В тот день спасет Господь Бог свой народ, как свое стадо, и как самоцветы в венце над его землей они воссияют. Как хороши они, как прекрасны. Юноши румяны от обилия хлеба, девушки от вина молодого». Нас может смутить, что девушки там пьют, но юноши и девушки вместе от хлеба и вина – это просто такая поэтическая фигура. Что значит хлеба и вина много? Ну то есть урожай хороший. Молодое вино, кстати, совсем не крепкое, там особо не опьянеешь. И вот им радостно, им приятно, у них все благополучно. Но обратим внимание, что вот эта глава, она сочетает каким-то удивительным образом вся земля Господня, и вот свой народ Господь особым образом сбережет, сохранит. И дело, видимо, не в том, что народ очень хороший, а в том, что есть какой-то замысел, который включает в себя и филистимские земли, и финикийские, и какие угодно, и, конечно, Израиль. И вот в этом замысле каждому отведена какая-то своя роль.